Релевант, Израиль. Немецких ультраправых взяли под колпак. Светлана Зискинт. Релевант, Израиль. 23 января 2019 года. Ультраправая немецкая партия-альтернатива для Германии стала объектом пристального внимания со стороны Федерального ведомства по защите Конституции, БФВ. Партию, которая вызывает такие симпатии у израильских правах и которая даже несколько месяцев назад учредила общефедеральное объединение евреев Афт, и Афт, заподозрили в нарушении основного закона страны. В фокусе внимания спецслужб оказались ее молодежные организации, правонационалистическое объединение Крыло, которое возглавляет один из самых радикальных представителей партии Бьернхеки, а также молодая альтернатива. В ведомстве, в сферу деятельности которого входит наблюдение за экстремистскими организациями, неонацистами, ультралевыми, исламистами и другими объединениями, которые несут потенциальную угрозу конституционному строю ФРГ, «Отмечают, что пока в программных документах партии экстремизма не выявлено, несмотря на высказывания отдельных партийных функционеров, но спецслужба будет продолжать мониторить данные о деятельности партии», заявил глава ведомства Томас Хальдин Ванг. Однако официально статус подозреваемых в нарушении принципов Конституции уже получили два внутрипартийных молодежных движения, объединяющие наиболее радикально настроенных членов партии. Теперь спецслужба будет не только наблюдать за ними, но и имеет право сохранять личные данные подозреваемых. Впервые за всю послевоенную историю Германии подобное расследование затронуло политическую партию, которая избрана в Бундестаг и имеет представительство во всех 16 лантагах ФРГ. По словам Томаса Хальдин Ванга, у его ведомства есть первые серьезные подтверждения того, что политика АФТ направлена против демократического конституционного порядка. Особенно важными являются те высказывания, функционеров и других членов АФТ, которые несовместимы с обеспечением человеческого достоинства. Это касается как националистических, так и исламофобных и других ксенофобных и направленных против меньшинств высказываний, говорится в заявлении спецслужбы. Обнаруженные ведомством факта нарушают гарантии прав человека, а также принципы демократии и верховенства закона. Движение Крыло также обвиняют в том, что оно ставит под сомнение негативную роль национал-социализма в истории Германии. В этой связи приходится вспомнить, что АФТ называет себя Произраильской партией, поскольку, по мнению ее представителей, Израиль – это страна, которая показывает, как нужно справляться с проблемой ислама. Доклад, в котором анализируется высказывание членов АФТ и связи партии с ультраправыми силами в других странах Европы, занял 450 страниц. В мае 2019 года должны состояться выборы в Европарламент, а осенью – в местные законодательные собрания, и по прогнозам, альтернатива для Германии может увеличить свое присутствие и там, и там. Начиная с парламентских выборов осени 2017 года, АФТ методично отвоевывала голоса немецких избирателей и основных немецких партий, входящих в коалиционное правительство, причем происходило это как на федеральном, так и на земельном уровне. На последних выборах в Бундестаг партии удалось набрать 12,6% голосов. В Европарламенте немецкие ультраправые пока представлены одним депутатом, входящим во фракцию Европы за свободу и демократию, но на предстоящих выборах они планируют максимально расширить свое присутствие. На прошлой неделе АФТ приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент, и программа эта предусматривает возможность выхода ФРГ из состава Евросоюза, если в ближайшее время Брюссель не начнет радикальной реформы. Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный распуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества, говорится в программе. Партия также призывает к ограничению притока мигрантов в Европу, чтобы при любых обстоятельствах сохранить идентичность европейских народных культур. Правда, Александр Гауланд назвал идею Дексита утопией, но, похоже, он все-таки недооценивает своих соплеменников. Ведь еще совсем недавно невозможно было представить сам факт того, что идеи праворадикальной партии, лидеров которой обвиняли в национализме и юдофобии, найдут такую поддержку в сердцах немцев, что позволит ей не только пройти в Бундестаг, но и стать в нем ведущей оппозиционной силой. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.